Меня зовут Анастасия, я студентка, кафедра перевода. Каких языков? Английского, немецкого, французского и так далее, по мере поступления. Вы знаете, я положительно отношусь к тому, что наконец-то начались какие-то действия против фашистских действий России. Я за то, чтобы это все прекратилось, за то, чтобы был мир, за то, чтобы наконец-то прекратились эти боевые действия. Я положительно отношусь к тому, что он создал этот батальон, ну и другие батальоны. А почему вы думаете, что это Россия? Ну, много факторов, указывающих именно на это. Например, русские неспецназовцы, или как они называются. Я в интернете везде много читала по этому поводу. И очень много информации против России, что это все они подстраивают. Ну, это мое мнение. А вы за единую Украину? Да. Да, я за единую Украину и хочу, нет насилия. Хочу, чтобы Путин прекратил все это делать. Вот так вот. Вы знаете, мирные люди, их никто не просит становиться перед, как сказать, перед танками, перед оружием. Потому что это называется, это уже программа как-то живой щит, или есть уже такое запрограммированное у людей. Я считаю, что если бы они... И все, они не попадали бы под пули. Я считаю, вот так. Я сейчас просто очень нервничаю, поэтому немножко глупо звучит, но основную мысль я донесла. То есть вы считаете, что Россия и президент Путин должны сделать какой-то шаг для того, чтобы... Это шаг для примирения. Я не говорю, чтобы я вас всех ненавижу и так далее. Я просто говорю, что каждый человек должен для себя понять, обрести мир в своей душе. И все. Скажите, а сегодня здесь траур или... Правильно, траур будет до 27 июня. Погибло очень много людей, был сбит самолет. И погибло очень много военных. И действительно, траур до 27 числа. Недавно успешно была проведена операция по освобождению Мариуполя от сепаратистов, например. Ну, как бы это уже по новостям передавалось, это я лично видела. Ну, и вот, и все. Я очень рада, что так получилось. И, по-моему, там обошлось с минимальным количеством жертв, по-моему, там. Вот так.